Небольшая рекомендация по тому, как стоит рендерить в Lumion и там других подобных движках типа Twinmotion, ну вообще везде. Открываем, значит, задаем папочку на рабочем столе или где угодно рендер. Открываем Lumion, нашу сцену. И первая рекомендация, это стоит именно разбить по частям ваше видео не одним куском, а частями. Так вы сможете сэкономить на времени рендера, к тому же удобно на одной сцене настроить, там здесь одно освещение, здесь другое, здесь третье и так далее. Экономия здесь будет в том, что больше всего Lumion грузит, когда много плоскостей отражения. Если вы использовали все 10, допустим, вот в вашей сцене нужно кинуть на бассейн, вот на эти, на эти стекла, да, то это будет очень долго рендерить. Если у вас есть кадр, в котором не видно бассейна, но на нем лежит плоскость, он все равно будет ее учитывать. Поэтому выгодно разделить, то есть, допустим, там, где не видно у нас, ну, только вот тут он начинает виден, да, вот тут у нас, наверное, не будет видно бассейна. Вот, соответственно, здесь кидаем только одну, вторую, там, и все, да, две плоскости отражения, и вот этот шот будет очень быстро считаться. А если бы у нас все одним кадром, и там мы накинули 10 плоскостей отражения по всей сцене, то независимо от того, попадает он в кадр или нет, он будет долго рендерить. Это первый момент. Второй момент — рендерить секвенции, то, о чем я говорил. То есть мы можем, конечно, вот так вот выбрать все клипы, вот они, да, и они один за другим вот идут, и рендерить их. А можем по одному, допустим, можем выбрать, вот здесь нажать «Рендер клип», не зеленую, зеленую — это будет рендерить, ну, все видео. Допустим, первый берем, нажимаем «Рендер клип», и лучше рендерить не вот так, как обычно все это делают, то есть сразу видео в MP4, так и качество хуже будет, и опасность в том, что если что-то случится с компьютером, а всякое бывает, выключается свет, ну, там может зависнуть компьютер, может выкинуть Lumen во время рендера, особенно если рендеры очень долгие, там сутки, двое, трое, то есть это очень опасно. Вы не знаете, что у вас может случиться, может памяти там не хватит, вылетит. То есть как бы всякое бывает, поэтому лучше всего не вот так вот, не видео, да, и вот так сохранять, а именно секвенция, вот Image Sequence. Потому что вот этот способ, файл будет гарантированно практически поврежден, и, ну, все, что вы посчитали, вся ваша работа на смарку. Переходим в Image Sequence, здесь все то же самое, мы выставляем количество звезд, сколько нам нужно, кадры, только здесь либо All Frame, либо все кадры, либо мы можем Rage, то есть поставить, ну, на русском, здесь можете перевести, там, то же самое будет. Вот у нас есть диапазон, с какого по какой, то есть он всего 180 кадров пишет, да, соответственно, допустим, мы, таким образом мы еще можем разделить на несколько компьютеров. То есть мы можем на первом поставить, допустим, с нулевого по, допустим, 120, или там, давайте пополам поделим, с нулевого по 90, нажать Render, и мы сохраняем нашу папочку, которая на рабочем столе, или там где-нибудь, достаточно JPEG, ну, да, JPEG, и, допустим, там называем 01, погнали. И вот пошел рендер, именно покадрово. Если в этот момент сейчас нажать Ctrl и посмотреть, то, и задержать этот Ctrl, то видно, с какой скоростью считается в среднем каждый кадр. Это значение, оно немножечко всегда отличается. Даже внутри одного вот этого пролета в начале сцены может время кадра быть одно, а в конце другое. Это связано с тем, что попадает у нас сейчас в нашу камеру. Здесь попадает много отражений, много растительности, будет чуть дольше. Если меньше этого попадает, то будет меньше. Так, и можно посмотреть, вот сейчас папку открыть, вот эта папка Render, то есть это и есть секвенция, то есть это просто последовательность кадров, кадр за кадром, кадр за кадром, вот он считает, сохраняет. То есть он приписывает, вот мы написали 01, нижнее подчеркивание, 0000, да, потом 00001 и так далее. Вот. И вот это, во-первых, это исходник, то есть с ним он гораздо качественней, то есть чем сразу ужатое видео. И во-вторых, если что-то случится, то даже если выключится компьютер, файлы у нас не потеряются. К тому же их можно сразу, если зайти на ферме в Яндекс.Диск свой и сразу сохранять в папку на Яндекс.Диске, то он автоматически будет грузить к вам. И даже если ферма станет недоступна по какой-то причине, вы не потеряете весь прогресс, да, все, что вы успели отрендерить, у вас уже будет загружено в облако. Если выключится свет, я просто продолжу, допустим, выключается свет, да, это Escape нажму. Окей. Успел посчитаться только 41 кадр. Если я сюда перейду, вот, 41, да. Соответственно, я могу просто вернуться, заново открыть эту сцену, этот файл, рендер клип. И также секвенция, выставляю те же настройки, только начинаю уже с 41 или там 42 и там до 90, как я хотел, да. Дальше Full HD и в эту же папку под тем же названием. Если какие-то будут совпадать, он их автоматически будет переписывать. Все, то есть я продолжил прям с того же места, я не потерял время, да. Особенно, когда очень тяжелые сцены долго рендерятся, то это, конечно, существенный плюс. Вот, и вот у нас продолжился рендер дальше. И вот это вот гораздо лучший способ так рендерить везде. Вот, тогда никаких проблем не будет. Вот, и как это потом собрать? Потом вы, как бы, это все архивируете. Лучше, конечно, заархивировать, то есть через сеть лучше всего перекидывать. Несмотря на то, что, как бы, здесь гигабитный интернет на ферме, лучше заархивировать все эти файлы. ZIP-архив. Создать. Архив, да, допустим, вот. И вот этот архив уже заливать, он будет гораздо быстрее загружаться. Там на Яндекс.Диск, Гугл.Диск, куда угодно. Вот, но как потом работать на компьютере на вашем с этими файлами? То есть любой видеоредактор с ними может работать. Ну, например, DaVinci Resolve. Сейчас покажу, как это быстро сделать. Либо это Adobe Premiere, либо это... Ну, то есть здесь, да, нужно пользоваться видеоредактором. То есть сразу получить готовое видео не получится. То есть надо чем-то его склеить, это видео. Но зато так меньше рисков, гораздо. И качество лучше. Так, ну давайте начну новый проект. Вот, открылся DaVinci Resolve. Конкретно в DaVinci Resolve можно это все очень легко. О, сейчас я только эту папку... Он не понимает, что такое рабочий стол. Ему нужно куда-нибудь закинуть. Давайте вот сюда закинул. Диск D у меня, да? Это просто пример. То есть я вот иду в диск D. Вот у меня есть папка Render. И он, видите, воспринимает это видео. То есть эти секвенции как единое видео. И, в принципе, так любой редактор, если вы перетянете, то есть можно там урок какой-нибудь простенький посмотреть. Единственное, в DaVinci Resolve нужно переключить вот здесь индивидуал. Вот он сейчас как по один, ну, индивидуально воспринимает, да, на секвенцию. Вот я перетягиваю эту секвенцию и создаю с ней проект. И, соответственно, вот мое видео. Оно гораздо лучше качеством. Потом это видео я вывожу. Ну, конкретно в DaVinci Resolve вот так я это делаю. Здесь как бы неважно, какой кодек выбираю. Те же 30 кадров в секунду мне нужно выставить. Да, здесь важная ремарочка. Так, ну, конкретно особенность DaVinci Resolve в том, что прежде чем закидывать в него какие-то проекты, надо сразу переставить количество кадров в секунду, сколько было. Да, и вот только потом вытягивать. Надо проверить мне сейчас, чтобы было 30 кадров в секунду, потому что я именно 30 кадров в секунду рендерил. Вот, сейчас верно. Далее вытягиваю. Вот мое видео. Все то же самое. Вывод. 30 кадров. MP4. Можно просто повторить эти же настройки. Качество пускай будет лучше. Здесь я ставлю постоянный битрейт. Вот, constant битрейт. И качество для Full HD я ставлю 50 тысяч килобит в секунду. Аудио-дорожку включить-выключить можно. Опять же, аудио легко в видеоредакторе Edit вот туда закинуть. Аудио-дорожку, и оно как бы автоматически получится. Это можно и в Lumion сделать, но, во-первых, нужен глав формат. Во-вторых, это немножко геморройно. Вот. И куда мы сохраняем? В данном случае я на рабочий стол. Сохраню. Добавить к рендеру. Рендерим. Ну, это просто я показал процесс DaVinci. Можно в премьере. Можно какими-то бесплатными интернет-редакторами пользоваться. Разные есть варианты. И вот у нас получилось видео наше. Оно будет качественнее, чем тот исходник, который Lumion дает. И плюс вы можете подредактировать. Допустим, нам же ничего не мешает помиксовать. Допустим, у нас сейчас разделены на 4 пролетика. Да, соответственно, мы можем там этот поставить вперед, тот поставить назад. То есть немножечко более длинный процесс, но зато более безопасный. Вот такой вот подход. Рекомендую использовать, чтобы не попадать в такую ситуацию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...